То, о чем долго говорили большевики, наконец-то свершилось. Соболев перешел из Спартака в Зенит. Сумма трансфера вроде как оценивается 10 миллионов, а чего и хотел в Зенит, а не как Спартак 20 миллионов. И контракт вроде на два года. Я не знаю, но по срокам контракта я так и полную информацию не получил. Но факт то, что он перешел. Вот, и давайте поговорим теперь об этом переходе. Потому что переход одиозный и стоит об этом поговорить. Сначала говорим о минусах. Будут и плюсы, если кто не знает, будет и плюсы. О минусах. Мы его не хотели видеть. Мы болельщики Зенита. Медведев не хотел его видеть, категорически не хотел его. Его хотел видеть Сергей Семак. Вся эта история имени Сергея Семака. Скорее всего, Семак позвонил еще месяца 3-4 назад Соболю. Сказал, я хочу тебя видеть в своей команде. И, словно говоря, я пролоббирую твой переход в Зенит. Все. А когда Зенит выиграл чемпион, Семейлер, скорее всего, пообещал Семаку, как бы сказать, одно желание. Как часто бывает в таких крупных кругах, да. То есть, руководство клуба выполняет что-либо, что скажет главный тренер. Вот. И Семак сказал имя Соболева. И все. И вопрос о том, что купят или не купят Соболева, даже не стоял. Я в роликах своих говорю, что Соболев перейдет в это летнее трансферное окно в Зенит. В любом случае. Хотите вы, не хотите. Это абсолютно не важно. Было дано обещание Семаку, что Соболев перейдет в Зенит. Все. Вопрос закрыт. Просто закрыт. Не важно. А два этих месяца просто шла торговля. Но логичная ситуация была. Помните, когда Сутармин переходил за рубина в Зенит? Там же такая же и абсолютная история. Тот ему Семаку так же давали до обещания, что хорошо, давай игрока, которого мы точно возьмем. И он тогда сказал Сутармин, а сейчас он сказал Соболева. И поэтому этого игрока вообще во всех кругах Зенита, среди болельщиков, тренеров, руководства Зенита, хотел только один человек. Один человек. Это Сергей Семак. Чтобы вы понимали. Все остальные категорически его не хотели. Я в том числе. Это первый минус. Второй минус. Он психически больной. Я говорил это многократно. Я говорил, что его надо дискуссировать на два года. А вот. Заиграет он Зенит? И не заиграет, абсолютно непонятно. И это легенда Спартака. Чтоб не говорили, да. Но Соболев это именно был легенда Спартака. Последних лет. Да. Там других игроков нет. Кто бы за Спартак так бился. И драки вот эти были постоянные. Да. Последняя драка. Где Соболев там кого-то пиздил. Блядь. Ну вот. И после этого он переходит в Зенит. Да. С кем была драка-то. Причем серьезная драка. Вот. Это вот минусы. Вот это все было только минусы. А теперь переходим к плюсу. Вот. Болельщик Спартака, приготовьтесь. Сразу. Блядь. Успокоительное себе налейте. Я сейчас пройдусь по вашему любимому свиному клубу. Про Соболева самый главный негатив это то, что у него что-то с головой, с башкой. Вот. И то, что он, у него есть прозвище Дельфин. А давайте вернемся назад. А когда, собственно, Соболева стали называть Дельфином, когда он начал симулировать? Ответ прост. Спартаке. Именно в Спартаке. Потому что именно в Спартаке ему давали такую установку. В крыльях он и так не играл. Он не падал. Он не симулировал. Это именно в Спартаке, блядь, ему давали такую установку. А знаете почему? Потому что это один из основных идей постановки игры в Спартаке. Это постоянное давление на судей. Постоянное давление на судей. Через прессу в том числе. После каждого, блядь, матча, блядь, начинается истерия. Что Спартак засудили. Постоянное давление на судей. Вот вы плохо судите. И в естественном тренировочном процессе Спартака игрокам говорят, нападающим в первую очередь, что вы должны симулировать, падать. Потому что у нас давление на судей довольно-таки приличное. И судья просто не захочет такого пресса, негатива со стороны Спартака, если он не поставит пенальти за нырок Соболева. И ставили, и ставили. Помните матч на кубок Локомотив-Спартак, когда просто убили Локомотив? Вот это давление на судей, это основная, самая основная черта руководства, в том числе тренерского руководства Московского Спартака. Постоянная критика, постоянное давление на судей. То есть, если ты нас плохо отсудил, то ты должен быть дисквалифицирован пожизненно. И таких судей довольно-таки много. То есть, идет давление через прессу. Через блогеры, через прессу. А основной источник СМИ это чемпионат Ком. Вот там начинается истерия. Спортсрук то же самое. То есть, я еще раз повторяю. Ребята, изначально Соболева, он не был симулянтом, он не нырял в крыльях. Он играл охуенно. И когда он в Спартак перешел, первое время он тоже был нормальный. Но потом ему именно тренеры говорили, слайш, мы вкладываем много денег, у нас много СМИ, что повлияет на судей. Ты, пожалуйста, прыгай, падай там, в штрафной. Наверняка, наверняка судья поставит пинать. У него была такая установка от тренеров, блядь. Именно, блядь, от тренеров, блядь, Спартака. Он не был совершенно таким. Это и есть такой фильм, мой самый любимый за последние 30 лет, Джокер. И там вот именно история примерно такая же. Потому что, как общество, капиталистическое общество, из человека сделало монстра. Это то же самое. Именно общество было виноват в этом. Это капиталистическое общество, которое шагает по трупам. Вот, это примерно то же самое. И вот, когда он пришел в Спартак, из него как раз сделали этого симулянта, блядь. Вот вы и сделали, блядь, из него. Из каждого игрока сделали. Вы, блядь, после матча, блядь, Зенит, Спартак, блядь, гондон, ебан, были еще чем-то недовольны. Это хуйсос жирный, блядь. Кузьмич пишет. Ой, блядь, меня засунили. Да вы, пидорасы, заебали после каждого матча. Скулить, как сучки последние, блядь. После каждого матча, блядь. У Зенита там игрока. Вы че, сука, скулите, твари ебаные, блядь. Рот я ваш ебал, блядь. Как вы заебали, блядь, скулить, как собаки ебаные, блядь. Сука, вот именно вы загубили этого, блядь, игрока, нахуй, сука. Именно вы, вы. Потому что у вас тренеров нет, блядь. Никого нет, сука, блядь. Потому что они все тупые, блядь. И были всегда ими, блядь. Жили только за счет судейства, сука, блядь. Пришел к вам Глушенков, и че, блядь? Что стало с Глушенковым? Поиграл, потом скрыли, потом локомотив. А в Спартаке, блядь, он не заиграл почему-то. Да потому что, блядь, тренеров нет, сука, блядь. Нету тренеров, блядь. Потому что такие бараны сидят с ушами, блядь, там. ой блядь да нету тренера сука Глуженкова если бы Галатионова не перешел а Синкину блядь а потом в Зенит блядь так бы и пиздец изгнил бы блядь так бы изгнил бы блядь хоть бы игрока раскрыли это хорошо он вас нахуй послал он сказал идите вы все нахуй блядь это вы атак игроков блядь развиваете блядь развивает игроков да вы их убиваете ёб твою мать потому что игроки когда приходят они там нихуя не раскрываются это была история с Соболевым так же история с Глуженковым один в один теперь по поводу агрессивного поведения непосредственно Соболева ну так это такая же история это именно тренеры Спартака ему говорили будь агрессивным бей по ногам нам ничего за это не будет судей на тебя и карать не будут все будет хорошо все хорошо блядь он в каждом матче сука бегает блядь и бьет блядь как пидорас полный блядь по ногам блядь с шипами и ничего все хорошо ну что ж это Спартак а мы не можем Спартак судить плохо не можем удалять каждый матч блядь Соболева ну потому что блядь начнется истерия в СМИ блядь и нас просто снимут блядь нас снимут блядь как снимали уже пожизненно блядь судей отстраняли именно из-за этого это вы ему это ваши тренеры ваши все тренеры руководители говорили ему иди бей игроков иди бей это ему вы инструкцию давали такую именно вы блядь пиздец блядь вы из хорошего игрока сделали симулянта и психопата почему я сказал про фильм Джокера это вот один в один это именно вы поэтому его уход из из-за этого вашего свиного клуба это для него блядь рост рост можно как угодно относиться к этому но в любом случае этот игрок будет лучше играть чем в Спартаке потому что в Зените очень хорошая психологическая обстановка очень хорошая то есть может говорить что угодно про тренера Симанкана то что он очень профессиональный психолог это правда и Соболев расцветет извините вот безусловно потому что никакой симуляции со стороны Соболева не будет никакого психопатического поведения со стороны Соболева не будет все у него будет хорошо он наконец свалил нахуй из этого блядь из этого пиздеца бля пиздеца вот поэтому я я ребята вам объяснил я объясню почему он симулировал и почему блядь он стал таким психопатом и откуда это все пошло блядь ебта мать он не был таким в крыльях это вот у вас свиней таким стал блядь потому что вы каждому это говорите каждому блядь просто вы тут настолько заебал вы блядь чуть второго игрока не загубили первый был Глушенков который вы загубили блядь просто блядь загубили блядь слава богу он съебался блядь нахуй тут он заебывает блядь они там долбоебы все второе это вот Соболев я повторяю зените он заиграет он будет игроком основы помяните мое слово он талантливый игрок он талантливый игрок ну просто блядь да не Спартак ему надо было идти блядь не Спартак потому что Спартаке ну да пиздец вот теперь поговорим про четырех нападающих столбов зенити то есть Сергеев Гондол Косьера и Соболев ну и что делать дальше кого выпускать ну я думаю Сергеева абсолютно точно это вроде как уже продали Горель Совета потому что он очень сильно сдавил и возможно продадут даже Косьера ну даже если не продадут значит будет два столба играть по слову Гондол и Соболев а Косьера будет на лавке ну то есть один игрок будет на лавке вот и все решение всех проблем плюс еще Соболев паспортист русский паспорт можем ротировать в состав вот и все вот и вся проблема решена с четырьмя форрами столбами все вот надеюсь я вам понятно объяснил про переход Соболева в Зенит пишите в комментариях что думаете всем пока